САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Ту же воду наносить, ведрами долго носить. Я брал фляги. Это на самом деле есть 60-литровые в каждую руку. Она неудобная. И с ними, скажем, мы натаскивал воду. Что-то протянуть. Я с 9 лет с отцом работал на комбайне, на большом руке. Такая техника. Там те же колеса. Для меня это все более-менее привычное такое дело. Армейский жим, перенос коромысла, домкрат, походка фермера, тяга автомобиля и кантование шин. Программа соревнований Кубка Самарской области по силовому экстриму. Вообще упражнений в этом виде спорта около 80. На турнире их порядка 5-6. Рабочие веса начинаются обычно от 100 килограммов и заканчиваются тонной. Снаряды нестандартные. Их нигде не купишь. Поэтому, в принципе, чаще всего пользуются тем, что сделали. Но в основном и делают те, которые наиболее зрелищные снаряды. Есть колонны, аполлоны, когда люди держат в стороны два таких столба гигантских. А у одного парня есть крусель конана. То есть берется такая штука. Там точка опоры. И как стрелку носит ее тоже гигантский вес. На турнирах силачей весовая категория всего лишь одна, абсолютная. Поднял больше, удержал дольше, пронес быстрее. Значит, набрал зачетные очки. По сумме баллов определяется чемпион. Но победить здесь не так-то просто. На турнирах выступают в основном одни и те же атлеты. Каждый знает, кто из соперников на что способен. Поэтому среди равных побеждает тот, у кого не мышцы, а сила воли крепче. Силовой экстрим – это вообще такой вид спорта неравных условий. То есть если ты 100 килограмм весишь и сравниваешься со 150 килограммовыми атлетами, это вполне нормально для стронгмена. В Тольятти за места на пьедестале почеты и призовые деньги. Мерили силушкой 11 богатырей из разных городов России. Кубок выиграл саратовец Евгений Гавриленко. Перед последним испытанием кантованием колес он далеко оторвался от соперников по набранным очкам. И в упражнении он установил рекорд дня – 6 переворотов колеса за 19 секунд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.